Добрый вечер, уважаемые слушатели! Поздравляю вас с началом юбилейного 10-го семестра. Значит, я напоминаю, где мы с вами остановились. Значит, 9-й семестр у нас закончился в 6-м разделе книги Дворим, в разделе Кита-Ц мы остановились посредине раздела. Значит, обстоятельства образа действия. Мы стоим на восточном берегу Иордана, и Маше продолжает свой последний разговор с еврейским народом перед тем, как Маше передаст все полномочия власти Иоушуа, и еврейский народ войдет в страну Израиля. Последняя лекция Маше Робейна. Значит, книга Дворим, недельный раздел Кита-Ц, 23-й перег, 18-й посуд. «Не будет Гдеша из дочерей Исраиля, и не будет Кадеш из сынов Исраиля». Ну и здесь мы с вами в очередной раз сталкиваемся с проблемами русского перевода. Значит, если вы помните, ну скажем, по нашему Сидуру, везде в молитвах «Кадош, Кадош, Кадош, Адонайт, Сваот», там и так далее. И слово «Кадош» – обычный перевод на русский язык – «свят, свят, свят, всевышний, святой». А здесь вдруг сказано, что не будет Кадош из дочерей Исраиля, и не будет Кадеш из сынов Израиля. То есть вроде святых у нас не будет. Значит, слово «Гдеша» или «Кадеш» означает «вовсе не святой». И означает оно в правильном дословном переводе с иврита на русский язык «выделенный». То есть вот есть общий ряд дочерей Израиля, да, вот наши еврейские женщины, да, а есть из них «выделенный». Так вот это вот выделение «Гдеша» или «Кадеш», оно может быть как с положительной коннотацией, так и с отрицательной. И в данном случае из всех дочерей Израиля выделяются, кто выделен, выделены представители древнейшей профессии. Ну, опять-таки, вот это вот расхожее выражение, что две древнейших профессии, там, проституция, журналистика. Ну, если мы почитаем внимательно текст Торы, то мы увидим, что все-таки древнейшая профессия, согласно Торе, согласно разделу «Берешит», это «Земледелец» и «Пастух». Значит, «Земледелием» занимался еще Адама Решон в Ган-Эдене, потом один из сыновей Адама, Каин, продолжил заниматься «Земледелием», а Эвель занялся «Пастушеством». То есть все-таки вот это самые древние профессии. Гдеша и Кадеш – это менее древние, у них, значит, менее почтенная история. И здесь речь идет о так называемой храмовой проституции. Дело в том, что во многих идолопоклоннических культах при храмах были специальные женщины и мужчины и иногда за какую-то плату, иногда за какое-то вложение в храм, а иногда просто бесплатно. Соответственно, пришедшие в храм мужчины, в идолопоклоннический храм, я повторяю, мужчины могли вот пообщаться с этой женщиной Гдешой, а, соответственно, пришедшие женщины могли пообщаться с мужчиной Кадеш. То есть это был такой известный кнаонейский обычай храмовой проституции. И как уже в течение книги «Дворим» мы много раз встречали вот это вот выражение «по обычаям кнаонейских народов не поступайте». Хотя, в общем, вполне естественно, когда ты приходишь в страну, которую ты раньше не знал, то какие-то обычаи местных народов может быть тебе вполне необходимы, так сказать, может быть, поступая таким образом, мы заботимся там. Я знаю о плодороде, об удачной охоте и так далее, и так далее. Но Маше раз за разом повторяет «по обычаям кнаонейских народов не поступайте». И вот эти обычаи храмовой проституции ни в коем случае евреи не должны перенимать. Некоторые комментаторы говорят, что кадеш из сыновы Сраэля – это не просто храмовая проституция, а гомосексуальный разврат, который также являлся частью идолопоклоннического культа. Отказ от участия в таком культе еще больше усиливается следующим пасуком. Не приноси платы проститутки и цены пса в дом Ашем Элогим твоего по всякому недеру, потому что отвращение Ашем Элогим твоего так же оба они. Речь здесь идет о том, что если человек берет на себя недер, ну, допустим, если у меня все будет хорошо, там произойдет какое-то хорошее для меня событие, то я обязуюсь определенную сумму денег внести в храм. Это нормально, но не может быть эта сумма денег взята из заработка к дэши, из заработка проститутки. То есть деньги как раз пахнут, и важно не просто сумма денег, а важно и то, каким образом эта сумма денег была заработана. Значит, интересно, что здесь сравнивается проститутка и собака, да? То есть вот плата проститутки и цена собаки. Значит, комментатор говорит, опираясь на книгу пророка Шмуэля 2, что собака – это животное, презренное из-за его наглости. Вот она там лает непонятно на кого и зачем, там ест что не попадя. И вот это вот животное, да, тем более, что собака – животное, конечно, нечистое, несъедобное, все вот это. Так вот, в этом смысле деньги, полученные продажей, ну, скажем, щенков, собаки были у евреев, потому что собака – это обязательная принадлежность пастушского быта, да? Стада надо охранять там и так далее. Так вот, скажем, деньги, полученные за счет продажи щенков от собаки или за счет работы проституткой для принесения Недера в храм никоим образом не годятся. И еще один пример заработка, который Тора категорически отвергает. Не накладывай на брата твоего укуса серебра, укуса еды, укуса всякой вещи, который укусится. На первый взгляд не очень понятно, что значит укус серебра или укус еды. Это когда я еду, кусаю, что ли? Это может быть и так, но серебро-то я уж точно не кусаю. Речь здесь идет вот о чем. Укусом называется судный процент. То есть, если некто одолжил брату своему там сотню серебра, а через какое-то время хочет получить 110 серебра назад, да? То есть, сотня – это возврат долга, и 10% – это судный процент, то есть, плата за использование серебра. Ну и дальше плата за использование еды, там, скажем, одолжил мешок зерна до нового урожая, а после уборки нового урожая вернул уже не мешок, а, скажем, полтора или два, да? Вот это укус еды. Ну, укус всякой вещи, которой укусится. Так вот, получение судного процента с брата твоего, да, то есть, с такого же еврея, как и ты, запрещено категорически. Ну, забежим вперед, сразу прочтем следующий посуд, потом вернемся к этому. На чужого налагай укус, а на брата своего не налагай, ради того, чтобы благословил тебя Ашем-Элу-Им твой во всем послании руки твоей на земле, в которую ты приходишь, чтобы наследовать. То есть, Тора разрешает и рекомендует давать суду под процент посторонним людям, да, то есть не евреям, представителям других народов, будь это там в другой стране, или будь это иностранный купец, который приехал в Эрицисраэль, вот представителям других народов можно давать суду под процент. Значит, в отношении чужого, то есть не еврея, такая уступка, вот отказ от судного процента, неуместна, так как все народы используют взимание процентов в экономических отношениях между собой. и получение выгоды таким образом, оно вполне легитимно во всяком послании руки твоей на земле. То есть во всех видах нашей экономической деятельности мы можем получать выгоду и таким способом. Почему это называется укус? Он напоминает укус змеи, медленное, но разрушительное действие змеиного яда. То есть вот человек взял определенную сумму денег, должен вернуть ее с процентами, так вот возникновение этого судного процента, который с течением времени растет, 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 это напоминает разрушительное действие змеиного яда. Ну, я думаю, что вот этот вот укус лучше всего, можно проиллюстрировать, сейчас в России появились в большом количестве так называемые микросудные предприятия, когда дается вроде небольшая суда, сколько-то рублей, под очень маленький процент, скажем, полпроцента или четверть процента, но не в месяц, а в день. И если человек вовремя ссуду не вернул, процент возрастает, и в итоге одолживший там тысячу рублей до зарплаты, в итоге вынужден отдавать десятки тысяч рублей вот этому своему кредитору. Да, то есть это действительно укус, который может полностью отравить человеку жизнь. И обратите внимание, что укус брата твоего, судя по расположению пасуков, он столь же мерзок в понимании Торы, как и плата проститутки. То есть вот эти рядом расположенные пасуки говорят об этом. Возникает естественный вопрос. А как быть с тем, что сегодня в Израиле любой банк берет процент за одолженные деньги? Практически невероятно, чтобы человек мог купить, скажем, квартиру, купить себе жилье, сразу выплатив всю стоимость. Обязательно приходится брать банковскую суду и потом в течение многих лет с банком расплачиваться. И хотя, конечно, проценты в Израиле вполне, так сказать, гуманные. 2%, 3% годовых. Но, тем не менее, здесь вроде бы есть вот этот самый укус. Значит, наши мудрецы уже достаточно давно, примерно тысячу лет назад, когда евреи активно занялись в Европе финансовой деятельностью, придумали способ обойти вот этот запрет Торы и легализовать еврейскую судную деятельность, банковскую деятельность. Значит, первыми европейскими банкирами были евреи по одной простой причине. Христианское понимание жизни в те времена считало вообще финансовые операции делом нечистым и для христиан запрещенным. И евреи просто занялись тем делом, которое для христиан, скажем, в Европе 10 или 11 веков было запрещено. Вот, а евреи – это дело. Так вот. Придумка наших мудрецов такая. Это не денежное судо, а создание совместного предприятия. То есть, если кто-то одалживает своему, там, другому человеку определенную сумму денег, то речь идет как бы о создании совместного предприятия, в который один входит своим капиталом, а другой входит своими идеями, навыками, там, какими-то еще вариантами, а потом по завершении определенного периода времени происходит раздел полученной как бы прибыли. И это не простое совместное предприятие, а предприятие, в котором прибыль заранее договором зафиксирована. То есть, вот мы создаем такое совместное предприятие, которое в течение года должно нам дать 10% прибыли на вложенный капитал. И поэтому кредитор получает, скажем, свои 5% к своему, к возврату капитала в качестве полученной прибыли. Вот таким хитрым образом наши мудрецы разрешили евреям заниматься кредитной деятельностью. И таким образом работают в Израиле, скажем, наиболее религиозные банки. То есть, есть, скажем, банк Мизрахи, который является абсолютно религиозным, так сказать, у него все в соответствии с законом Тора. Вот когда человек получает суду в банке Мизрахи, то это значит, что он с банком создал совместное предприятие, где договор, так сказать, определяет будущую прибыль. Итак, значит, ну мы уже прочли следующий посок. Тут интересно, что, да и, значит, чтобы благословил тебя Ашема Лухим твой во всем послании руки твоей на земле, то есть во всех видах твоей экономической деятельности, в которую ты приходишь, чтобы наследовать ее. То есть, земля Эрит-Исраэль, в которую мы сейчас входим, а на самом деле уже вошли, мы с вами уже обсуждали, что мы стоим на восточном берегу земли реки Иордан, но мы уже в земле Израиля, да, и уже первое еврейское государство на восточном берегу реки Иордан основано. Так вот, мы в эту землю приходим не просто пожить и уйти, не просто попользоваться, а мы в нее приходим наследовать ее, то есть, эту землю мы должны получить у тех народов, которые в ней обитают сегодня. «Если дашь недер для Ашема-Лугим твоего, не опаздывай платить его, потому что требуя, потребует его Ашема-Лугим твой с тебя, и будет на тебе вина». Значит, что значит, «если дашь недер?» То есть, ты обещаешь некое добровольное приношение, добровольную жертву или добровольное денежное приношение в храм, это может быть и, так сказать, добровольное приношение, если у меня там сын успешно закончит в школу, то тогда я принесу в храм определенное пожертвование. Значит, или это может быть совершенно такой простой недер, у меня много лет все хорошо, семья большая, дети здоровы Бару Хашем, урожай замечательный, я хочу дать храму добровольное пожертвование в знак того, что у меня все хорошо. Просто совершенно не если то, а просто у меня дела идут замечательно, я готов дать добровольное пожертвование. Вот это пожертвование здесь называется недер. Так вот, если человек обещал в той или иной ситуации дать недер, то этим самым своим словом он уже создал определенную систему отношений. то есть произнесенное слово это уже дело. И если сказано вот как только там соберу урожай до конца дам недер в храм, это значит, что как только закончен сбор урожая, надо идти и давать обещанный недер. Значит, в ситуации, если ты вовремя не принес, что обещал, то ты уже являешься виновным, уже являешься нарушителем. То есть недер создает новую ситуацию, как бы новую заповедь. И свой добровольный недер я должен выполнить так же безукоризненно, как выполняются прочие заповеди. Но с другой стороны, Тора намекает, а если не будешь давать недер, не будет на тебе вины. То есть так вот оно сказательно, Тора не рекомендует давать лишние обязательства. То есть одно дело, что у нас есть 613 заповедей, которые надо выполнять. Их надо выполнять. Но не надо раньше времени говорить, а я вот обещаю то-то и то. Понятно, да? То есть захочешь приди в храм и дай какое-то пожертвование. Не надо об этом заранее объявлять. Если человек не дает недер, то тогда он не отвечает за его своевременное неукоснительное исполнение. Именно поэтому, если вы помните, в книге Ваикра большое место уделено отмене недера. То есть вот человек дал недер, не подумавши, а потом решил его отменить. И вот кто может отменить недер, как его можно отменить, кто не может отменить, и так далее, и так далее. И именно поэтому каждый раз перед Новым годом, перед Йом-Тихуром мы отменяем все недеры, которые мы явно или не явно на себя приняли. Так что лучше недеров не принимать. И именно поэтому сейчас в Израиле, если вы о чем-то договариваетесь с человеком, то очень часто можно услышать такой оборот, что я сделаю то-то и то-то, блин, недер. То есть без недера я не даю обещания, но будет возможность, я все это сделаю, но блин, если у меня почему-то что-то не получится, я не виноват. Выходящее из уст твоих храни и делай, как пообещал ты для Ашема-Лугим твоего, добровольное приношение, как говорил ты ртом своим. То есть слова и обещания, они создают новую реальность, а нарушение обещаний ведет к таким же проблемам, как и нарушение заповедей имеющихся в том. Если придешь в виноградник ближнего своего и ешь виноград по душе своей насыщением своим, а в сосуды свои не давай. Очень интересная правила, да? Значит, есть такое объяснение, что речь здесь идет о сборщике винограда. То есть вот человек, наемный работник, работает на уборке винограда и собирает виноград для своего работодателя за определенную плату. Кстати, сейчас в Израиле распространена вот такая вот уборка урожая, особенно это относится к уборке ягод, скажем, черешни, за часть урожая. То есть ты собираешь вот эту самую черешню в ящике и, скажем, каждый десятый ящик является твоей заработной платой, то есть ты его можешь уносить. Но здесь речь идет о том, что человек, который работает на уборке, имеет право пользоваться тем, что он убирает. То есть он может есть виноград по душе своей насыщением своим в любом количестве, сколько ему хочется, вот он испытывает голод, жажду, он может есть виноград. То есть это вот есть такое объяснение. Но это объяснение оказывается, на мой взгляд, по крайней мере, не вполне релевантным, потому что следующий пасук выглядит так. Если придешь на жатву ближнего своего и срывай колосье рукой своей, а серп не налагай на урожай ближнего своего. Стоп. Значит, если это наемный работник на жатве, то он как раз действует серпом и не как иначе. Да, не бывает жатвы руками. Да, то есть это речь явно не о наемном работнике на жатве. И остается предположить, что Тора говорит о очень гуманном правиле, что в обоих случаях, и в случае с виноградником, и в случае с жатвой, речь идет о путнике, о прохожем. Что если идет человек по дороге, а как не трудно догадаться, в Израиле летом в пору жатвы, в пору сбора винограда бывает жарко, а источники воды у нас не такое частое явление в стране. И вот идет человек, он устал, его мучает жажда, он хочет есть, он проголодался, и вот если он проходит мимо виноградника, заведомо чужого, то он может сорвать определенное количество винограда для того, чтобы съесть его прямо здесь, в винограднике. Запрет состоит в том, что в сосуды свои не давай, то есть я не имею права нарвать вот этот виноград и унести с собой. Нет, я могу просто перекусить здесь прямо в винограднике. И то же самое с колоссиями на жатве. Я имею право поесть колоссия. Значит, пшеница, когда она не совсем спелая, то колоссия пшеницы это вполне съедобная вещь, зеленое зерно, достаточно вкусное, в общем, это некая еда. И Тора здесь гуманно заботится о путниках, что даже в отсутствии хозяина, как бы вот хозяина нет, а его гостеприимство остается, и проходящего путника надо накормить. Когда возьмет муж жену и овладеет ею и будет, если не найдет милость в глазах его, потому что нашел в ней постыдное, и напишет ей книгу разрыва, и даст в руку ее, и пошлет ее из дома его. Значит, это начинается следующий перик, и возвращаясь к теме отношений между мужчиной и женщиной, Маше впервые упоминает возможность развода. до сих пор нигде в Торе возможность развода не обсуждалась. Но вот оказывается, если жена не нравится мужу, то они могут развестись. Значит, возьмет муж жену, возьмет означает женится, овладеет ею, овладеет, это значит вступит в половой контакт. То есть женитьба была полностью закончена. Простите, барухат отмена. Вам еще знаком не было. Значит, если не найдет милость в глазах его, потому что нашел в ней постыдное. Значит, ну, речь идет о разных ситуациях. Нашел постыдное, которые, так сказать, являются препятствием в браке. Ну, например, может быть ситуация, если декларировалось, что эта женщина девственница, а в итоге оказалось, что она совсем не девственница. Это повод для развода. Причем повод для развода без выплаты компенсации по ктубе, по брачному договору. Вариант, который обсуждают наши мудрецы, если он взял женщину, не еврейку, как бы, да, то когда он берет ее себе в жену, то по умолчанию речь идет о том, что она собирается выполнять все наши национальные традиции. Ну, например, скажем, наш праотец Яаков взял себе двух жен и двух служанок, которые уж служанки точно были нееврейками, и жены были детьми Лавана Арамейца, что несколько раз Тора подчеркивает, но тем не менее, войдя в семью Яакова, они выполняют все еврейские законные традиции, все нормально. А здесь речь идет о том, что она не хочет выполнять национальные традиции. Это тоже повод для развода, причем без выплаты компенсации по Ктубе. Значит, напишет ей книгу разрыва. Ну, это вовсе не большая длинная книга. Этот документ называется Гет Письмо о разводе. Почему книга? Ну, это некий свиток, да, то есть вот на куске пергамента или кожи написали вот это разводное письмо, свернули в трубочку и торжественно вручили бывшей жене. Значит, женщина, получившая Гет является свободной женщиной в еврейском государстве. То есть, она уже не обязана, скажем, сегодня женщина, которая развелась с мужем, не должна покрывать голову, как это делают замужние женщины. и вот этот вот семан, непокрытая голова, непокрытые волосы, означает, что, в принципе, любой, кто хочет, может делать с ней шедух, да, засылать сватов и устраивать свадьбу. Так вот, вот после того, как он напишет ей книгу развода и даст в руку и пошлет ее из дома его и выйдет из дома его и пойдет, то есть пойдет искать свою судьбу и будет мужу другому и найдет себе другого мужа. Все легитимно, Тора ничего против не имеет. И возненавидит ее муж последний и напишет ей книгу разрыва и даст в руку ее и пошлет из дома своего или если умрет муж последний, который взял ее себе в жену. То есть двумя способами она может снова стать свободной женщиной. Во-первых, вот этот второй ее муж тоже может с ней развестись по каким-то причинам. Не обсуждаем по каким-то. Во-вторых, все мы смертны и ее второй муж может умереть и она снова остается свободной. Но в этой ситуации вот эта вот женщина вторично оказавшаяся свободной и которая может снова в третий раз выходить замуж, здесь проблем нет, но Тора накладывает на нее одно ограничение. Не сможет муж ее первый, который послал ее вернуться взять ее быть ему женой после того, как стала нечистой, то есть нечистой для него, она уже была с каким-то другим мужчиной, потому что отвращение это перед Ашем и не введи в вину землю, которую Ашем Илугим твой дает тебе на дело. Значит, Тора понимает это так, что если первый муж решил ее взять себе обратно, то значит его первый развод был недостаточно серьезным. Это значит, что он по сути в уме как бы держа, что она еще и будет дальше его женой, он послал ее на разврат, он послал ее жить с другим мужчиной. Так вот в этой ситуации это разврат, который Тора категорически запрещает. Значит, то есть брак в понимании Торы это не окончательная вещь. то есть в отличие скажем от христиан у которых скажем ну у православных развод допускался для мирян. Священники православные христианские разводиться не могли, а вдоветь могли, развестись не могли. И отсюда русская пословица последняя у попа жена. у католиков ну священники вообще и жениться не могли, а миряне разженившись уже не могли развестись. Так вот в иудаизме брак вовсе не является окончательным делом. А вот развод является делом окончательным. И если женщина после развода сказать была еще с кем-то, то вернуться к своему первому мужу она уже не может. То есть брак не окончательный, развод окончательный. Так вот если произошел нормальный брак, да, когда возьмет муж жену новую, почему здесь Тора говорит о жене новой, значит она новая для данного мужа. Не сказано, что она первая для данного мужа, а вообще говоря, Тора не против, если евреи имеют и двух, и трех, и четырех жен, да, двух, как наш праотец Авраам, четырех, как наш праотец Яков, поэтому она может быть, скажем, третий по счету, да, но она новая для данного мужа. С другой стороны, она может быть вдовой или разведенной, но все равно для данного мужа она новая, да, то есть и у нее может быть не первый мужчина, и у него не первая жена, но для данного мужа вот эта жена новая. Так вот, если человек на ней женился, то не выйдет в войско и не пройдет по нему по всякому слову. Чистым будет для дома своего год один и будет радовать жену свою, которую взял. Значит, человек, даже если после его женитьбы в стране объявлен призыв в армию, он от призыва автоматически освобожден. Вообще говоря, есть там несколько правил, мы их уже обсуждали в предыдущих разделах, что там если человек посадил виноградник, построил дом и так далее, и так далее. Вот в частности, если человек взял новую жену, то на год освобожден от призыва. Более того, если помимо призыва в действующую армию происходит еще призыв на всякие общественные работы, надо готовить оружие, надо строить оборонительные укрепления и так далее, и так далее, вот этот вот молодой муж в течение года от любых подобных дел чистым будет для дома своего год один. То есть первый год после свадьбы он является решающим. И обычно в первый год люди заводят детей и, так сказать, вообще устраиваются все внутрисемейные отношения и поэтому значит, год человек абсолютно свободен от всех общественных дел, даже от военного призыва. Он должен быть со своей семьей. не возьмет в залог нижнего и верхнего жерного, потому что душу он берет в залог. Странно. Причем тут, значит, как говорят на иврите Эйзекешер, какая связь? Значит, только что мы обсуждали вопрос призыва в армию. И вдруг залог нижнего и верхнего жерного, да, то есть ну, под залог чего-то дает кому-то суду. Кто дает суду? Кому дают суду? И при чем тут жерный? Речь вот о чем. В некотором поселении живут не только молодожены, но и люди вполне себе семейные, которые прожили уже и год и два и больше. Идет военный призыв. Главы семейств уходят в армию. Мужчины в Исраэле от 20 до 60 лет призваны на действительную военную службу. Идет война. Остается женщина и дети. Дети могут быть малые, женщина не обладает такими силами и навыками, чтобы хорошо вести хозяйство. И вот ей приходится у своего соседа попросить суду. Например, до возвращения мужа с войны. Ну, многолетних войн, как правило, не бывает, не было. в новое время все войны Израиля обычно заканчивались много, если за три недели, но за исключением, пожалуй, войны за независимость, которая длилась почти два года. Но вот такая ситуация. Женщина, временно оставшаяся без кормильца, у соседа берет суд. Причем сосед это тот самый, который не пошел на войну, который остался дома с молодой женой, и у него с хозяйством все в порядке. Так вот, в этой ситуации ни в коем случае нельзя брать в залог существенные предметы бытовые, которые определяют жизнь семьи. То есть нижний и верхний жернов от зерновой мельницы, да, значит, вот собрали зерно, хлеб хранится в мешках в виде, или в кувшинах в виде зерна, и каждый день для того, чтобы испечь хлеб, надо намолоть определенное количество муки, и можно печь хлеб. Забрать в залог жернов, это значит обречь семью на лишение. Они уже не могут делать хлеб. Ну, скажем, они могут поджарить зерна и питаться жареными зернами, но нормальный хлеб они уже есть не могут. Поэтому, сужая в таких ситуациях, в любых ситуациях, ни в коем случае в залог нельзя брать важные бытовые предметы. То есть какие-то предметы роскоши, украшения, какие-то драгоценные сосуды брать в залог можно. А вот то, что является жизненно необходимым, жернов, топор, лук, рабочее животное, это в залог брать нельзя. Потому что душу он берет в залог. Он берет в залог то, без чего нормальное существование семьи не возможно. Продолжается тема социальных отношений. Если найдется муж, крадущий душу из братьев своих, из сынов Исраэля, и использует его, и продаст его, и умрет вор твой, и искоренишь зло из среды твоей. Значит, этот пасук очевидно навеян историей с продажей Йосефа. То есть братья продали Йосефа купцам и шмельтянам, которые увели его в Египет. Так вот, кража свободного человека и использование его на каких-то работах принудительно. И не дай Бог, продажа его карается, это состав преступления, которое карается смертной казнью. Значит, следующее. Помни, что сделал Ашем Алугим твой Мирьям в дороге при выходе вашем из Египта. А, ой, простите, я пропустил посудку. Остерегайся с язвой проказы хранить очень и делать все, и делать как все, что укажут вам коины левиты, как приказал я им хранить и делать. Помни, что сделал Ашем Алугим твой Мирьям в дороге при выходе вашем из Египта. Ну, мы уже помним, что проказа Цараат это вовсе не современное кожное заболевание лепра, а это результат, такая индикация лошонора. То есть, если человек неправильно говорил о своем ближнем, то Всевышний посылает ему знак проказу. И, так сказать, если человек осознал свои ошибки, исправился, прекратил такие разговоры, то проказа его покидает. Подробно мы об этом разговаривали в предыдущих главах, как, значит, очищают прокаженного, как он там, поскольку это лошонора, поскольку это неправильные разговоры внутри Израиля, значит, лечение человека уединяют вне лагеря и дают ему возможность подумать о своем поведении. Эти мысли должны его привести к правильным решениям. Когда судишь ближнему своему что-либо, не входи в дом его, взять залог его. Снаружи стой, а муж, которому ты сужаешь, вынесет к тебе залог наружу. Значит, не надо унижать человека перед его домашними. Скажем, зайти в дом, осмотреться и сказать, ага, вот это я у тебя возьму в залог. Спокойно постой снаружи и человек сам вынесет тебе залог адекватный твоей суде. И вот еще важный момент. А если муж бедный он, не ложись с залогом его, возвращая, верни ему залог по заходе солнца и ляжет в одежде своей и благословит тебя, а тебе будет милосердие перед Ашем и Лагим твоим. Значит, что значит не ложись с залогом его, да? Странный оборот, речь идет о том, что залог бедняка его последняя одежда, которой он укрывается ночью. То есть это последнее, что он может отдать. Разумеется, он не может отдать ту одежду, в которую он одет, но ту одежду, которая ночью укрывается, он может дать в залог. Так вот, возьми ее, а вечером верни ее, чтобы он мог лечь спать, нормально укрывшись. И благословит тебя, и тебе будет милосердие перед Ашем и Лугим твоим. То есть сужая ближнему, не нужно уж так упираться в необходимость залога. Не грабь наемника бедного и нищего из братьев твоих или из гера твоего, который в стране твоей, в воротах твоих. не грабь, это задержка заработной платы. И она называется грабежом. То есть если человек является паденным рабочим, то ему заработную плату надо платить перед заходом солнца. Кончился рабочий день, он должен получить заработанное и спокойно пойти купить еду, поесть, переночевать и так далее. Если работник нанят на неделю или на месяц, то в этом договоре прописаны сроки оплаты. И если положено платить зарплату каждый понедельник, значит каждый понедельник надо ее платить. Любая задержка зарплаты называется в Торе грабежом. Причем Тора защищает от этого грабежа наемника бедного из братьев твоих, то есть евреев, или из гера твоего, который в стране твоей в воротах твоих. То есть геры, соблюдающие заповеди Ноаха, семь заповедей Ноаха, в противном случае они просто не имеют права жить в стране Израиля. Так вот на них распространяется этот же закон. Тора защищает права наемных рабочих. Обратите внимание, что до первых вариантов рабочего законодательства это рабочее законодательство в Англии, во Франции, но это 18-19 века. То есть за три с лишним тысячи лет до этого Тора пишет наемному рабочему все по справедливости. В день его дай плату его и не зайдет над ним солнце, потому что бедный он и к ней он возносит душу свою и не воззовет о тебе кашем и будет на тебе вина. То есть в день его это по завершении рабочего дня, если он нанят паденно, как я уже объяснил, и не зайдет над ним солнце до захода солнца или сразу по завершении месяца или как-то еще. Потому что наемный работник рассчитывает на получение своего жалования своевременно. Да? весь его бюджет, все его жизненные перспективы строятся на том, что в определенное время он получает оговоренную плату. И если он ее вовремя не получил, то он воззовет кашем и тогда на работодателе будет вина. Ну вот, мы обсудили все 10 пунктов, которые мы собирались обсудить. Какие есть вопросы? не знаю, слышно или не слышно? Слышно прекрасно. Насчет развода, то есть конкретизировать вот эту тему именно. Пожалуйста. Что непонятно? Ну то есть женить бы это можно развестись? Можно развестись. Да, причина развода, еще раз, если можно. Значит, во-первых, можно развестись без всякой причины. Не люблю, ну не нравится, но в этом случае человек должен выплатить своей бывшей жене денежную компенсацию, оговоренную в Ктубе, и это очень немаленькие суммы денег. В качестве примера могу сказать, что когда нам с женой ставили хупу, то мне в Ктубу записали, значит, трав, который ставил нам хупу, записал в Ктубу 50 тысяч шекелей компенсации. Вообще он хотел записать 100 тысяч. Ну я ему говорю, ну я Олег Адаш, денег мало. Ну ладно, говорит, записал 50 тысяч. Так вот, это разовая компенсация, которая выплачивается жене в случае развода, и кроме того, пожизненно муж должен обеспечить жену необходимыми алиментами, так сказать, для минимально какой-то обеспеченной жизни. То есть просто так, если разводишься с женой, то нужно обеспечить ее нормальное экономическое существование. И Равинский суд всегда определяет вот все эти суммы, сколько надо платить. В ситуации, если объективных причин для развода нет, ну просто вот так захотел. Понял. Здесь речь идет о ситуации, когда есть объективные причины развода. Скажем, взял жену, а она отказывается соблюдать еврейские законы, там шаббат, чистота семейной жизни и так далее, и так далее. Все, ты не хочешь жить по еврейскому закону, до свидания. И это объективная причина, и по этой причине не надо выплачивать вот эту вот сумму денег по ктубе, по брачному договору. Или, например, предполагалось во время сватовства, что невеста девственница, а потом обнаруживается, что это не так. Это причина для развода без выплаты компенсации. Вот. Или, скажем, измена, да, доказанная измена. Это причина для развода без выплаты компенсации. То есть вот о чем идет речь. Спасибо. Пожалуйста. Если можно по первому еще пункту, вот я сейчас написал, это 19 стих, не принеси платы проститутки и цены пса в дом Ашем, Эл-Ин твоего. Да. То есть вот сравнение почему с псом и вот отношение вот сегодня в современном Израиле к псу, скажем, к собакам. Нет. Сегодня в современном Израиле к собакам относятся хорошо. Более того, у нас есть служебные собаки и в армии, и в полиции. Они великолепно видят террориста. Запах взрывчатки там с расстояния в 20 метров определяют. Вот. Это так. Значит, ну, я говорил, вы, наверное, просто чуть позже подсоединились, что собака в торе считается животным наглым, которое может ни с того, ни с сего облаять человека, так сказать, вот это все. Так вот, поэтому цена, скажем, запроданного щенка приравнивается к платье проститутки. Потому что наглое животное. тут я бы сказал еще вот что. Что, скажем, в среде новых русских, применим такой термин, значит, которые вошли в свой бизнес из каких-то бандитских дел, там, значит, убивали конкурентов, там, и прочее, и прочее. Так вот, среди новых русских очень принято построить церковь дать там каких-то денег на, я не знаю, как там это у христиан называется, их богослужение, там, ну, в общем, дать каких-то денег вот Богу, да, скажем, на оборудование храма, там, еще на что-то, вот, осветить свой Мерседес, там, осветить свой бизнес. Так вот, когда Тора говорит, не приноси платы проститутке, то речь идет вообще говоря о том, что деньги, которые были получены, как там было у Остапа Бендера, сто сравнительно честных способов отъема денег. так вот, деньги, которые были получены не вполне честно, Всевышний их не принимает. То есть, от того, что вы совершили какой-то обман, каким-то образом заработали вот эти свои деньги и принесли их в храм, от этого ваши грехи грехами быть не перестанут. Вот о чем говорит 19-й посуд. Я понял, спасибо. Просто вот меня интересовала цена пса, значение самого слова цена пса. продали щенков там, допустим, да, служебные собаки у евреев были всегда, потому что мы же пастушеский народ, пасти стадо овец без трех-четырех овчарок, это занятие совершенно невозможное. Я понял, спасибо. Позже присоединившихся. Во-первых, лекция записана, и вы ее можете в записи на сайте посмотреть. Это первое. Второе, значит, вот здесь вот план сегодняшней лекции, и все десять пунктов мы сегодня прошли. Это момент номер два, а момент номер три, собственно, мы начали десятый семестр, и я напомнил, что мы изучаем последнюю лекцию Маше Робейну перед еврейским народом, значит, позади у нас сорок лет странствий по пустыне, мы стоим на восточном берегу реки Иордан, и идут вот последние дни земной жизни Маше Робейну, через несколько дней дочитав свою последнюю лекцию, Маше Робейну передаст все полномочия власти Иошуа и приобщится к народу своему, а мы под руководством Иошуа перейдем Иордан и приступим к завоеванию земли Израиля. То есть вот обстановка, в которой мы сейчас находимся. Ну и дальше мы будем продолжать главу, да, мы еще в главе Кита-Ц, значит, мы закончили вот с правами наемных рабочих, ну и дальше мы в следующий вторник продолжим. И начало будет в 8 часов по израильскому и те же самые 8 по московскому времени.